Коллеги, мы продолжаем большую конференцию московского городского и переходим к такой особой второй части, которая называется «Большие пленары». Это такие события, которые будут происходить все три предстоящих дня. И в них мы специально собрали таких наиболее ярких и интересных спикеров, которые в двух совершенно разных докладах попробуют сделать растяжку тематического контура дня. Сегодня мы говорим о новой педагогике, о новой дидактике и цифровых технологиях. И с нами сегодня два спикера. Я их представлю. Это Александр Савенков, директор Института педагогики и психологии образования. И Евгений Патаракин, это профессор Института цифрового образования. Сегодня мы будем говорить о двух очень интересных темах. И я специально, чтобы немного забирать времени от старта, буду сразу передавать слово. Я хотел начать с сообщения Александра Савенкова. Сообщение с очень интересным названием. Я когда впервые увидел, был поражен прежде всего необычностью названия. Я позволю себе его зачитать, чтобы просто получить удовольствие от этого названия. Называется оно так. Реальные и мнимые претензии школьных педагогов. Как уклониться от постоянного скольжения, пассивно-соедальной волны и деструктивных эмоций. Александр Ильич, проведите нас по этой волне. Спасибо. Только сначала замечу, что словосочетание новая педагогика и цифровая дидактика мне, как специалисту в области педагогики, режут слух. Дело в том, что важнейшей особенностью нашей культуры является выделение педагогики в отдельную науку. Вот в англо-саксонском мире этого выделения нет. Там нет квалификации по педагогическим наукам. Там все рассуждения об образовании начинаются с карикулума. У нас карикулумом, то есть учебным планом, заканчивается работа дидактора. И дидактика наша, отечественная, изучает цели, закономерности, принципы, функции образовательного процесса, содержание, формы, организации, методы и средства. Цифра является средством. И средство – последний элемент системы, но никак не может перевернуть всю дидактику. Дидактика – слово самодостаточное. И так же, как нет цифровой истории, цифровой философии, цифровой математики, нет цифровой дидактики. Есть дидактика в цифровую эпоху, которая существенно меняется. Но я сегодня хотел поговорить о другом. И вот Кирилл Анатольевич, воспроизведя тему моей работы, дал старт этому движению. Вот это всеобщее, обсуждаемое всеми и постоянно недовольство системой образования, на мой взгляд, результат настоящих и мнимых проблем. Главная фигура в образовании, как бы мы, с какой бы стороны мы ни смотрели, – это учитель. И от его ощущения, от его благополучия, от его комфорта в профессиональной среде зависит многое в этой системе. И меня вот эта проблема заинтересовала с двух точек зрения. Во-первых, как директора института, который выпускает педагогов. И, во-вторых, как человека, оказавшегося совершенно случайно для себя в Академии образования в качестве научного руководителя лаборатории, созданной совместно Академией образования и профсоюзами. И вот профсоюзы, как полагается, обязаны интересоваться житием, бытием педагога, его проблемами, его интересами. И я наткнулся вот на такой методологический подход. Когда больной приходит к врачу, врач его спрашивает, на что жалуетесь? Жалобы больной излагает, врач их интерпретирует, то есть ставит диагноз и начинает лечить. И вот мне стало интересно, а что интересует наших педагогов? На что они жалуются? Что их волнует? И обнаружилось, да, а для того, чтобы это понять, я стал гулять по просторам интернета и читать тексты самые разные, которые пишут учителя. На что обратил внимание в первую очередь? Вот вы знаете, инженеры, агрономы, военные, врачи, наверное, тоже имеют целый ряд проблем, но не жалуются они так, как педагоги. В чем причина? Может быть, мы учим писать наших педагогов, они вот легко пишут, есть такие талантливые изложения своих бед, проблем, своего представления. Прямо, знаете, вот можно зачитаться. Ну, прям Чехов или Бунин, хоть Нобелевскую премию давай. Вот такие мастера. И вот по порядку, что же все-таки их волнует? Ну, вот это вот уже мы осветили. Здесь я тоже пропущу. Вот на что жалуемся? Одна из первых жалоб. Непомерное количество оформляемых учителями и руководством школ документов и отчетов. Одной из главных претензий педагога является вот как раз это. Неоднократные обещания и даже конкретные действия руководителей всех уровней, от министра образования до директора школы по сокращению документальной нагрузки на учителей, вероятно, не достигают своей цели. Учителя продолжают высказываться о том, что отчетно-проверочная истерия не прекращается. Более того, увеличивается количество срочных данных вышестоящей инстанции, причем большинство из них должны быть представлены срочно или, как говорят, еще вчера. И вот смотрите, что получается. Как без этого обходились раньше? В своей книге «Павлышская средняя школа» Василий Александрович Сухомлинский пишет, «Наш педагогический коллектив придерживается правил. Учитель никогда не пишет никаких отчетов и информаций, кроме плана воспитательной работы. Он не составляет никаких планов. Поурочный план – один из рабочих приемов в индивидуальной творческой лаборатории учителя. И если он нужен учителю, план составляется. Не нужен – не составляется. Казалось бы, простое правило. Но почему мы, безусловно, признавая Сухомлинского, высоко оценивая его опыт, этому правилу не следуем? Ну и, конечно, следующая позиция – это заработная плата. Заработная плата во многом определяет статус профессии и положение его обладателя в обществе. Подчеркнем, не профессионализм, не квалификацию, не уровень мастерства, а именно статус. По каким критериям и кто определяет сложность той или иной профессии, ее важность, я, честно говоря, не знаю. Но так происходит. Если мы обратимся к истории образования, то без труда заметим, что ни при царях, ни при коммунистах, обещавших поднять учителя на какую-то невероятную высоту, ни при современном мире, как он называется, демократическим или каким-то еще, учителям не платили столько, сколько бы им хотелось. Ну, наверное, это естественно. Всякий человек, работающий, считает, что ему недоплачивает, а всякий, кто платит, считает, что он платит больше, чем полагается. Но здесь мы видим большой разброс по регионам. Но что я заметил? В Москве примерно на уровне 2006-2007 года стал ликвидироваться дефицит учителей. И это было связано с тем, что в эти годы средняя заработная плата в образовании стала выравниваться со средней заработной платой по регионам. А впоследствии, когда произошла вот эта реформа по объединению школ, там можно ее ругать, можно хвалить, но с экономической точки зрения дело было сделано великолепное. И сейчас, вот я почему сужу, многие наши выпускники, желающие туда устроиться по специальности, не всегда находят эти вакансии. Еще с начальной школой более-менее благополучно, но я знаю, что в других институтах нашего университета выпускники испытывают массу проблем. И это связано с повышением заработной платы, с тем, что она, наконец, стала достойной. Еще одна проблема – многозадачность. Вот, вы знаете, мы все живем в условиях многозадачности. И учителя замечают, что незаметно для себя они стали решать множество задач, напрямую не связанных с их основной работой – воспитанием и обучением детей. Вот как пишет об этом одна из учительниц. Морально – это очень тяжелая работа. Ты всегда в режиме многозадачности и всегда за все в ответе. Дома мысли тоже крутятся вокруг школы. Надо подготовиться к урокам, надо проверить тетради. Классное руководство отдельно его с обязанностей. Это работа для подвижников. Кто не работает, кто не работал, тот не поймет. Тут интересно. Некоторое время образование называли услугой, и услуга – это то, что предоставлялось за деньги. Теперь, когда от услуги отказались, и это стало служением, служение бесплатно. Так что вот, что хотели – получили. Теперь вот посмотрите, как описывает ситуацию многозадачности учительница. По-моему, замечательный пример литературного творчества. Проведи первый урок у шестиклассников. Прямо во время урока узнай, кто в твоем классе отсутствует и по какой причине. Подай сведения руководству. На перемене перебеги в другой кабинет. По дороге узнай, что завтра нужно набрать команду на конкурс. А к послезавтра сделать заявку на участие в научно-практической конференции. А сегодня к вечеру иметь подписанные согласия родителей на работу с детьми психолога. Переключись на 11 класс. Проведи в нем урок. Попутно собери список детей, желающих сдавать нормы ГТО. И подай его руководству. Ну, это же так легко. Руководство, вот только что о нем вспоминаю. А тебе что? Трудно, что ли, во время урока отвлечься чуть-чуть? На следующий перемене сбегай в столовую, проконтролируй, все ли твои дети, имеющие право на бесплатное питание, этим правом воспользовались. Все ли съели, не побили ли стаканы? Сама в украдкой съешь пару орешков, забытых в кармане. Ну, тут это все можно продолжать. Перейдем к следующему пункту. Свободное время учителя. Работа учителя никогда не относилась к числу простых и легких. Но были у нее свои существенные преимущества. И в первую очередь в плане распределения рабочего времени. Я думаю, многие педагоги помнят, как в советское время, еще памятное нам, у педагога, педагог мог находиться в школе с утра до ночи, но он мог понимать, что у него жестко привязан он в первой половине дня. А вторая половина дня – это время, которым он распоряжается самостоятельно. В настоящее время это куда-то ушло. И если мы вот опять обратимся к практике выдающихся представителей педагогической науки и образовательной деятельности. Вот, например, Сухомлинский. Будучи директором школы, запрещал своим учителям появляться в школе во время каникул. В дни каникул, пишет он в своей книжке «Павлышская средняя школа», учителям предоставляется отдых. В зимние полностью все каникулы. В мае-июне в школе избегают семинаров и совещаний. У учителя, кроме выходного дня, есть еще свободный день от уроков. В настоящее время учителя жалуются массово на то, что они вынуждены перерабатывать. Естественно, это приводит к тому, что не остается времени на профессиональное развитие, на полноценную внеклассную работу с детьми. Ну вот, наиболее характерные высказывания. Так, нет, это вот. Да, вот. Совещание обычно короткое, не больше часа. В полпятого возвращаешься в кабинет. Вся такая просветленная. Есть целых полчаса проверить четыре пачки текстов, которые дети сегодня написали. Или лучше посвятить это время подготовке на завтра. Или поесть. Нет, есть вредно для фигуры. И вообще, поесть и дома можно. А на работе надо работать. В начале информационной эры предполагалось, что компьютер возьмет на себя часть рутинных операций и освободит значительную часть нашего свободного времени. Это касалось в первую очередь тех, кто связан был с добычей информации, с ее трансляцией. Но произошло-то ровно обратное. И вот этот момент почувствовали учителя. Документы для заполнения, отчеты, приказы, справки, электронные голосования по каждому чиху. Новостная школьная лента сыплется, как манна небесная, по утрам и вечерам. Еще одна жалоба. Жалуются на неоправданно усложненное планирование уроков. Сложность рабочих программ, в частности, достижения образовательных результатов, предметных, личностных, метапредметных. Как все это отследить? Мы в последнее время пытаемся измерять то, что даже не может быть измерено. Вот есть вещи принципиально неизмеряемые. Но, тем не менее, нас заставляют это делать. И это ложится тоже временем на учителей. Необходимость подготовки учеников к участию в бесчисленных олимпиадах и конкурсах. Это вот спорная вещь. Некоторые делают это с удовольствием. Для некоторых это становится обязанностью. Добровольно обязательно самостоятельное участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах и во всем прочем. Для некоторых учителей это действительно попытка самореализоваться, войти в группу каких-то высоких профессионалов, показать себя вот на этом общем поле. А для многих это такая тяжелая обязанность. Но есть еще региональные особенности. Так, например, московские учителя, как показывает мой опыт вот этого анализа интернет-суждений, освобождены от многих проблем, которые переживают учителя в провинции. Ну вот пишет московский учитель. Например, ни я, ни мои коллеги в московской школе не участвуют в проведении бесконечных уроков цифры, недель цифры и прочих цифровых развлекушках. На прежнем месте работы, но это имеется в виду, где-то он работал в провинции, заместитель директора по воспитательной работе постоянно от меня требовала участвовать в каких-то мероприятиях, что-то там про цифры. Я думал, что вся учительская Россия в этом важном уроке участвует. А вот и нет. Вижу, что на старом месте работы все еще проводят цифровые развлекушки, а у нас в школе ничего подобного. Ну и дальше он описывает вот эти подобные вещи. В общем, еще один интересный момент. Жалобы на трудоемкую аттестацию и угрозу сертификации. Вот вы знаете, с одной стороны сертификация требований времени. Педагогов не готовит только ленивый. В каких вузах у нас нет программ по направлению педагогическое образование? Так и хочется спросить, вы чего в этом понимаете? Вы чего взялись за подготовку учителей математики, учителей русского языка, медицинские вузы, самые разные, технические вузы, учителей начальных классов готовят все. Ну кто не разбирается в начальной школе? Конечно, лечить и учить могут все. И в этих условиях надо сертифицировать диплом. Мало ли где ты его получил. Диплом у тебя есть. Если раньше диплом выступал в роли сертификата, то теперь сертификат все-таки потребуется. Система пока это не заработала. И учителя воспринимают ее как угрозу. Но в основном работающие, те, кто чувствует себя профессиональным. Есть проблемы уже личностного свойства. Это дефициты в развитии социального интеллекта и порождаемые ими сложности в коллективе. Уже не буду на этом останавливаться. Вот еще один очень важный момент – это отношения с родителями. Учителя часто жалуются, что директора становятся на сторону родителей. По принципу, клиент всегда прав. К чему это приводит? Ну вот учительница как описывает работу своих учеников. Ну это, видимо, уже человек дошел до крайности. 12 пунктов. Они все время сидят в телефонах. Списывают домашние задания. Списывают контрольные работы. Не учат вообще ничего. Учитель может с какой угодно отдачей скакать у доски и применять индивидуальный подход. Результат равен нулю. Во втором полугодии… Простите, двойку в полугодии поставить нельзя. Выгнать из класса нельзя. Оставить на второй год нельзя. Не выдавать эти стад нельзя. Результаты ОГО липовые. Дались писать. Родители двоечников требуют 4,5. Незнание ребенка их не волнует. Логика. Хочу 4,5, потому что хочу. И нет, это не одна мама из 30. Это примерно десяток в каждом классе. Администрации плевать, что дети не знают. Им главное – приличная ведомость. И чтобы родители не скандалили. Поэтому те, кто знает на 3, вполне могут иметь свидетельствия за 9 класс 5. Те, кто знает на 2,4, кто умственно отсталый или принципиально ничего не делает, те имеют 3. Ну и вот в заключение. Есть альтернативное мнение. И вот один сюжет, я его так заглавил. Работа как работа. Я зачитаю несколько слов из этого замечательного сюжета. Ну ладно, не будем. То есть речь идет о том, что учитель, вот так спокойно рассуждая о том, что он делает, говорит, ничего страшного на самом деле. Я действительно более свободен по времени. Я раньше прихожу домой. Ну да, есть дополнительные нагрузки, тетради. Да, есть классное руководство. Но в принципе, давайте сравним с работой других людей. Врачей, инженеров, агрономов, работников торговли. Мы не стоим на улице, мы не дышим химикатами. То есть у нас много всяких разных преимуществ. И в целом, вот если подводить итог тому, что я сказал, странные люди, эти учителя, они хотят обучать и воспитывать детей. А мы их заставляем делать еще массу всяких работ, а они сопротивляются. Спасибо, коллеги. Спасибо, Александр Ильич. Вы знаете, я вот слушал вот те вот цитаты, которые вы прямо зачитывали. Вы мне, знаете, невольно такой вопрос формулируете. Ну, их два вопроса, начнут с одного. Вот все вот это, очень же негативная, как бы, да, коннотация. Все это, может быть, это кризис того самого учительства и той самой педагогики, образования, которые существуют до цифры. И, может быть, цифра как раз снимет все эти проблемы? Да цифры нам подкидывают новые. Вот сейчас в первой части обсуждали проблему искусственного интеллекта. Ведь, смотрите, у нас в институте теперь бессмысленно давать студенту писать эссе. За 30 секунд любой сайт искусственного интеллекта делает это прекрасно. Причем можно регулировать уровень креативности. Я уж поневоле это все тоже освоил. А куда деваться? И, посмотрите, сейчас пишут тексты в иностранных журналах, уже в Европе стоит вопрос о том, редакторы требуют от авторов указывать с автором искусственный интеллект. Он принесет нам столько проблем, о которых мы даже не подозреваем. И вряд ли это облегчит нашу жизнь. Вот так же, как мы надеялись, что компьютер это не печатная машинка. Он поможет. Он помог, но догрузил нас дополнительно. Чего-то не верится мне вот в эту идею, извините. Тогда прям коротенький вопрос. А тогда вот со всем вот этим сложным комом, вот этой волной деструктивной, что с ней делать? То есть это просто какие-то выборочные отдельные кейсы или это системная какая-то история? А я скажу, давайте вернемся к аналогии с врачом. Вот я однажды на одном большом профсоюзном мероприятии выступал с аналогичным докладом. И вы знаете, вот работники профсоюза это же тоже бывшие руководители. Руководители школ, руководители, работавшие на разных уровнях, в департаментах образования. И у всякого руководителя, вот у меня, как у директора, все противится вот этому. Директора не любят жалобы и жалобщиков. Это вот на интуитивном уровне. Ну, а понимаете, как одна дама сказала замечательную фразу там, вот присутствовавшая. Что вы нового сказали? Я 40 лет работаю в образовании, а не 40 лет на это жалуются. Так я говорю, слушайте, может мы что-то сделаем? Вот таблетку дадим, как врач. Рецепт какой-то выпишем. Давайте избавим хотя бы от части проблем. Давайте услышим, чего они хотят. Педагогика вот она сама собой, она решает свои задачи. А это вот образовательная практика, которая кричит о том, что происходит вот это, вот это и вот это. И часть проблем мы действительно можем снять вообще безболезненно. Например, проблему распределения рабочего времени. Но какая необходимость директору затаскивать преподавателей вуза или учителей школы на каникулы в школу? Да есть можно же отпустить, как Сухомлинский говорил, погуляйте с ребенком, сходите, покатайтесь на лыжах, отдохните, погладьте брюки наконец. Ну мало ли, заботу человека. И понимаете, вот есть вещи, которые можно сделать вообще безболезненно. А есть вот такие, которые требуют вдумчивого подхода. Вот, допустим, многозадачность. Помните, как в учебниках писали про Юлия Цезаря? Вот он один мог решать одновременно миллион проблем. Сейчас мы все в таких условиях. Вот от этого нам не уйти. Мы постоянно вот в течение дня вынуждены решать массу разнородных задач. К нам постоянно приходят сообщения на WhatsApp, на почту, куда угодно, в Telegram. И не отреагируешь, можешь пострадать очень сильно. Не сделав что-то одно, вот можно отстать на всю жизнь. Пропустив одно сообщение, буквально можно отстать на всю жизнь. Навсегда. Сложный вопрос про таблетку, которую вы сказали. Что за таблетка для решения этой проблемы? Ну где-то же есть они. А вот кто-то же их делает. Давайте спросим Евгения Дмитриевича. Вы, конечно, не про таблетку рассказали. У вас тоже сообщение с случайно красивым названием. Я тоже не могу не удержаться и не прочитать его. Это изменение поля вычислительной дидактики под воздействием генеративного искусственного интеллекта. И может быть, вот этот какой-то новый субъект, если он субъект, который нарождается, может быть, он что-то даст в сторону той самой таблетки? Да, у нас есть лекарства... Доктор, я боюсь принимать таблетку. У нас есть лекарства, которые вылечат вас от этого. Наверное, можно ее запустить. Я пока, наверное, начну с такого определения, что, наверное, самое интересное в названии – это понятие поля. И того, чтобы мне хотелось... Вот когда говорят о цифре, меня всегда это как-то немножко пугает, потому что очень непонятно, что под этой цифрой прячется. Поэтому я здесь использую термин вычислительная дидактика и буду говорить, в общем, о ее поле. И, наверное, на первом же... Так, вот я сейчас пойму. Да. И сразу же попытаюсь обозначить, что бы мне хотелось. И, наверное, ключевая такая позиция выступления, что для того, чтобы как-то поделить это поле... Ну, то есть начать надо не с того, что цифровое образование, а что внутри него надо выделять какие-то кусочки. И вот в рамках этих кусочков можно постепенно что-то понять и с чем-то начать работать. И здесь я бы выделил вот это поле вычислительной дидактики, начиная с вычислительного мышления, как способа взаимодействия, использования способностей человека и возможностей, которые предоставляет ему компьютер. И вот этот новый агент, как вы сказали, искусственный интеллект, либо компьютер, он все-таки здесь всегда воспринимается как отдельный актор. И надо сказать, что мы всегда и относились к компьютерным и медиапродуктам, всегда как к агентам, которые обладают своей собственной самостью. И это было чудесное такое исследование о том, что люди воспринимают компьютеры и медиа как других людей. И там приводилась куча всяких экспериментов, когда люди по отношению к агентам вели себя совершенно как по отношению к другим людям. И более того, там давалось такое эволюционное объяснение этой закономерности, поскольку эволюционно мы очень древние такие существа. И раньше, в момент эволюционного развития, стоило принять змею за палку, и это кончалось очень плохо. А наоборот, палку за змею, ничего страшного. И поэтому мы привыкли быть вежливыми. И любой из нас воспринимает эти сущности как живые. Но здесь тот квадрат, который у меня здесь изображен, я в нем подчеркиваю, что у нас есть на самом деле на этом поле два рода акторов. И раньше, если мы говорили, что это всегда дидактика, у нас человек-человек, то здесь, когда мы говорим про поле вычислительное, мы говорим, что у нас есть компьютерный агент. И он отдельная совершенно сущность, не учитывать которую не стоило бы. И поэтому здесь у меня поле мое резко сокращается. Я говорю, да, вот традиционный педагогический дизайн, у вас там люди и люди, я про это не думаю, есть люди, которые думают про это без меня. Компьютерный агент, когда он выступает в роли учителя человека, довольно часто, очень распространенный феномен, и чаще всего про это и думают. Это в тот момент, когда у нас компьютерная программа тестирует, проверяет, ну вот то, о чем Скиннер говорил, что было реализовано, тоже огромный пласт, и большинство людей думают про это. Ну и третий, самый нижний, это то, что начинается сейчас, это когда программы учат программы, учатся очень быстро, я про это не очень хорошо понимаю, про это тоже говорить не буду, потому что это вот то, что сейчас происходит, искусственный интеллект, программы начинают быстро-быстро, не используя человеческий опыт, а каким-то своим собственным опытом, делясь друг с другом, осваивают новые знания. А вот то, про что интересно, мне кажется, это четвертый квадрат, который устроен так, что человек в нем ставится в позицию демиурга, который учит компьютерных агентов. И вот эта позиция, она на самом деле очень давняя, это конец, наверное, 50-х, начало 60-х годов прошлого века, когда эта позиция, кстати говоря, была озвучена людьми, которые занимались искусственным интеллектом. Но просто в какой-то момент, Пеппер и Минский сказали, интересно же не то, как мы будем управлять обучением, интересно, когда ученик начинает управлять, агентами и начинает рассказывать им, как построен этот мир. И это заход, который положил название тому, что называлось или конструктивизм, или продуктивная субъектность, когда Пеппер высказал предположение, что обучение происходит в тот момент, более эффективно, если человек вовлечен в создание какого-то объекта. Это могут быть разные объекты, хотя рано или поздно становится ясно, что люди, которые занимаются искусственным интеллектом и которые думают про компьютерное образование, они, конечно, в большой степени думали о том, что это создание все-таки о компьютерах программ. И у Минского была чудесная гипотеза, что важно не только дать человеку язык, и когда он придумывал языки, про лого тоже думал, что все начинается не с правил языка. Люди никогда не учатся просто осваивая правила. Они начинают учиться тогда, когда им хочется прочитать чудесные истории и поделиться такой своей историей. И во многом лого потом, как он развивался в направлении скрыча, он развивался в сторону таких кубиков, из которых можно создать чудесные истории. И этими историями можно потом поделиться. Это же не только вопрос, что вы можете это сделать, что можно средствами языка про это сказать. Они очень много думали про то, «А как происходит потом?» Вот это глубокое понятие ремикса, возможности изменения того, что вы сделали, создание цифровых историй, которые могут быть самыми разными. Это совершенно необязательные тексты. Это, скорее всего, то, что, можно сказать, современной библиотекой, или как в какой-то момент прозвучало в постмарианскую эпоху. То есть появились люди, которые родились уже после того, как Марио был жив, то есть он уже возник. И это совершенно другое поколение в плане их опыта. Они смотрят на эти игры как на современную библиотеку, как на современную культуру и литературу. И у нескольких исследователей Юменского тоже это было, что она в основном воспринимается и не только как что-то такое, что можно посмотреть, во что можно поиграть. Они видят там паттерны поведения, которыми обладает компьютерный агент, которых можно научить подвигать другого, спрятаться, исчезнуть, родить другого и так далее. Это там сколько-то 15 основных паттернов, которых можно понять и которым можно потом самому попытаться научить те сущности, которыми мы руководим. И вслед за этим мы можем на самом деле из этих кусочков, которые включают в себя игры, роботов-исполнителей, обучающие среды, и мы стали собирать такую среду. Вначале на экране был слайд, когда адрес этой площадки был написан. Я бы здесь дополнил, что и мое-то сегодняшнее намерение во многом позвать людей и сказать, это площадка для совместной деятельности, в которой мы оперируем вот такими вещами, в которой мы собираем понятия, данные, схемы, диаграммы, языки программирования, но так, что мы можем посмотреть на те игры, которые у нас здесь собраны, и как они потом могут создаваться самими учениками. Это, например, описание алгоритмов для поведения роботов. Ну и так далее. Но это была такая чудесная площадка, которая у нас в течение пары лет уже живет, и все, казалось бы, хорошо. У нас есть деятельность, у нас есть люди, которые приходят, мы создаем некие условия, и это то, что называется такой контент, создаваемый участниками. User generated content. Все как бы прекрасно, мы про это много знаем. У нас вики-площадка, которая с этим живет, и вдруг, на самом деле, не то, чтобы как бы совсем вдруг, но что-то поменялось колоссально в тот момент, когда вот эти наши классы дополнились каким-то новым актором, про который Кирилл Анатольевич еще не сказал. У нас появляется искусственный интеллект, который начинает генерить. Генерить, причем быстро, хорошо, качественно. И то, что мы говорили, ребята, вот мы приходим, мы создаем программы на языках программирования, мы создаем новые игры, мы создаем диаграммы, тексты и так далее. Возможно, там же у нас происходит создание новых антологий, мы договариваемся про все это. А тут у нас появляется новый игрок, и мы видим, что к контенту, который создают пользователи, добавляется контент не худшего качества, кстати говоря. Потому что в тот момент, когда мы обучаем этому школьников или студентов, мы говорим, напиши нам программу, мы посмотрим, какова она. Или создай антологию, представь ее в виде графического дерева, сделай, чтобы она была убедительна и хороша. И в какой-то момент мне казалось, что это на самом деле качественный контент, который они создают, мы можем его оценивать. Но здесь появляется новый игрок, и он говорит, да я ваши диаграммы по такому заказу делаю на раз, и гораздо лучше, чем вы можете сделать это сами. И это приводит к тому, что поле, те объекты, в которых я перечислил, и здесь, может быть, в какой-то момент их даже было у нас и больше, чем там 9, мы постепенно наращивали количество объектов, которые у нас есть, классов, вернее, объектов. У нас были и понятия, и книги, и писатели, и так далее. Появляется генеративный искусственный интеллект, и он в некоторых вещах начинает просто продавливать себя, показывать, что он умеет, и меняет наше поле. Поэтому, собственно говоря, я и рассказываю о том, о какие виды изменения происходят. Сразу скажу, что презентация, которую я показываю, она основывается на площадке, где все то же самое, но это является гиперссылкой, по которой можно бродить, смотреть и пробовать. Потому что что мы сделали? Мы попробовали внутри этой площадки развернуть несколько вот этих игроков искусственного интеллекта, которые попробовали выполнять те же задачи, которые делают наши студенты, либо другие задачи, ну, просто это разнообразие, которое у нас там есть. И здесь мы просто можем посмотреть, а что происходит в тот момент, когда на конкретный объект этого поля или на класс таких объектов в этой игре начинает принимать участие искусственный интеллект. И по каждому из них мы можем сказать, ну, вот есть у нас некие наши библиотеки, что мы можем работать и как мы можем использовать возможности, которые он добавляет. Ну, понятно, что это могут быть просто иллюстрации, образов которых не было, и это довольно веселая история. Вторая история, кажется, мне крайне интересна, и вот тот человек, который у нас справа в кадре, это Пауэлл Фрэре, и это его встреча с Симором Пейпертом, когда они обсуждали, вот, а насколько конструкционизм и о педагогике угнетенных, где они пересекаются. Причем речь шла у них одновременно на португальском и на английском, потому что Фрэре по-английски не говорит. И был у меня знакомый, который им переводил в этот момент, рассказывал мне, как это все было, и как они в какой-то момент перешли на обсуждение птиц, которые к образованию отношения не имели. Но, тем не менее, вот то, что мы видим сейчас, мы понимаем, что эта история, которая была, которую мы в памяти помним, она может быть для освоения учениками сделана гораздо более легкой, потому что мы можем сказать ему прочитай, переведи на русский, сделай хорошую аннотацию, сделай выжимку, и, может быть, даже сделай голосовое сообщение про это же. И это один из способов работы, например, именно с... писателями. Второй момент, это понятия, которые у нас здесь собраны, и понятия же всегда предполагают, что не просто они у вас есть, очень важно сделать из них некую общую антологию, в которой они могут быть связаны между собой. И вот то, что мы видим здесь, это по отношению к географической грамотности, но, в принципе, возможность построения антологии за счет того, что я ему скажу, пожалуйста, сделай мне антологию этой предметной области, и переведи ее на графический язык граф Виза либо Мармейдер, ну, того, кто рисует эти диаграммы, и он буквально тут же создает графический образ. То есть не просто текстовые вещи переходят в область того, чем можно экспериментировать, и что на самом деле может становиться уже учебной задачей. На самом деле, ведь не важно, как ученик получает результат. Важно, что он умеет, потому что ведь что происходит? Раньше он использовал для этого свои собственные умения писать, и свои собственные умения сказать на языке, опять-таки, программному агенту «покажи мне». Сейчас он это делает иначе, но суть процесса особенно не поменялась. Мы все равно говорим, ты должен уметь для того, чтобы в современном обществе чувствовать себя защищенным, полноценным, и, может быть, отбиваться от проверяющих организаций, ты должен уметь быстро сформулировать запрос, который их удовлетворит. То есть, если у меня есть запрос на то, что надо написать отчет, то я должен иметь просто такого помощника в виде какого-то маленького агента чата, который я себе создал, который просто будет создавать и отдавать это. То же самое касается компьютерных программ. Приведи мне примеры о программных языках, либо сделай мне программу, которую от меня требует преподаватель. И, в принципе, это очень мощный инструмент, потому что он не только показывает и пишет, он еще очень много объясняет. То есть, поскольку они учились не только на библиотеках текстовых, но и на библиотеках программ, в этом смысле они, может быть, даже более продвинуты, чем в плане текста, потому что перевести с одного языка на другой, там это гораздо более даже естественно, потому что они все примерно про одно и то же говорят. и вот про схемы диаграммы я уже говорил, и здесь еще раз подчеркну, что попытка попросить его создать ту или иную схему, ту или иную диаграмму представляется... Ну, меня это просто как бы вытеснило полностью обращение к студенту и просьба в этом смысле. То же самое, когда мы говорим про роботов, что мы хотим собрать задания, либо написать схему управления, либо рецепты о создании математических формул, химических формул и так далее, все это делается довольно легко и просто. А вот здесь я бы хотел обратить внимание, что и видеоигры, и мер видеоигр, который раньше был только тем, что мы можем показывать, и говорить, вот, можно это сделать так, и это то, что сейчас школьникам крайне интересно, ну, и на самом деле индустрии компьютерных игр огромны, вот это то, что мы видим, это запрос к клиенту, а, пожалуйста, создай нам этот мир, и он его создает, создай нам объекты, которые его будут населять, и более того, даже персонажи с определенной культурой, там, пиво, варенье и так далее, которые мы ему задаем, и он их порождает. И я бы здесь обратил внимание, что и многоагентные модели точно так же могут создаваться, и последний момент здесь, вот, если у многоагентной модели, которую я управляю, как правило, мне интересно подергать ее за рычажки, и в результате того, что я меняю параметры модели, я получаю разные результаты, и я вижу, что искусственный интеллект работает в этом направлении, собственно говоря, у нас не поменялась парадигма, мы говорим, мы при помощи этого инструмента даем ученику нечто, с чем он может экспериментировать, и с чего он может получать результат, и где он может, меняя параметры, эти разные результаты дорабатывать и получать. Вот, наверное, это основное, опять-таки, картиночка, получена в ходе подготовки к выступлению, а адрес это туда, где я вас жду. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, знаете, слушаю вас и читаю чат заодно. И в чате, ну, как бы, есть много комментариев, и очень много комментариев было, когда вы писали, они были не в режиме вопросов, в режиме прислаживания, что учителю надо вернуть экспертную позицию и целый ряд других. Кто-то писал, вот там, где у нас трансляция в ВКонтакте идет, что в целом понятна причина всех недовольствия, потому что уроки скучны, практика там устаревшая, но мне кажется, что вот оба эти доклада, хотя один вроде был про боли и жалобы педагогов, а другой проток возникает в генеративной системе, как они используются, они, на самом деле, про более глубокую тему. Они про тему того, как меняются способы деятельности. И у вас про способы деятельности, и у вас про способы деятельности. И в этом смысле у меня вот такой вопрос. Можно ли сказать, что сейчас мы прошли какую-то такую точку невозврата, когда прежние способы деятельности уже все, крест на них, а новые способы деятельности возникают, и мы с вами в этом смысле очень быстро устареваем по сравнению к тому, что возникает. Или нет, или это иллюзия, и никакого на самом деле смена способа деятельности не происходит. Александр Ильич, вот ваше суждение. Как думаете? Смотрите, что происходит. Интересно, по моему мнению. Уже лет 10-15 назад серьезные люди стали говорить, что навык письма избыточен современному ребенку. В начальной школе довольно много времени тратится на то, чтобы ручку научить вот так вести, вот эти крючочки, кружочки, палочки все эти ровно ставить. Я понимаю всех переживающих про мелкую моторику. Рисуйте, лепите, моторика будет развиваться. Навык письма избыточен, но мы продолжаем мучить этим ребенка. Это, наверное, инерция. А вот тут другое. Искусственный интеллект. Не сделает он таким же избыточным навыком работу естественного интеллекта. Вот сейчас, например, я уже знаю некоторых продвинутых пользователей компьютерных программ, которые с помощью искусственного интеллекта стали у него учиться. Делают ему запрос, и он объясняет лучше, чем это мог объяснить кто-то из педагогов. У педагога может быть ведь разное настроение, разные отношения, потом не все он знает. Этот знает все. И вот эта пугающая история о том, что нас будут обучать компьютеры, вдруг стала реальностью. И мы к этому не готовы. Вот на уровне теоретического осмысления, вот как бы мы ни говорили, дидактика в эпоху цифровую или цифровая дидактика, мы пока в этом ничего не понимаем. Страшное дело. Вы что думаете по этому поводу? Я бы сослался на Дональда Нормана, у него была книжка про дизайн повседневных вещей, и там, как ни странно, был кусочек про обучение. И он там говорит о том, что в тот момент это еще как-то было обсуждаемо, что спеллчекер подчеркивает красным, и говорили, что не пользоваться, что не научится думать или сам писать. И он две вещи там сказал. Первое, что если навык таков, что его можно отдать машине, значит, он не настолько и важен. Ну вот если она за меня подчеркивает, и это одно. А второе очень важно с педагогической точки зрения. Он сказал, что спеллчекер, который подчеркивает красным, гораздо более вежлив ко мне, чем Марья Ивановна, ну или там кто-то, который начинает стучать, говорит, что ты там фигню какую-то написал. И вот это отношение к агентам, что они на самом деле гораздо более, вот я начал с того, что мы к ним вежливы, но ведь они тоже к нам гораздо более вежливы, чем зачастую учителя. Им на самом деле то, что я ошибся, ну просто факт. Ну он пометил и все. И я в этом плане спокойнее, и ему тоже на самом деле все равно. И в этом плане вот этот переход от того, что эти навыки передаются, тоже была такая добрая фраза, что компьютеры, безусловно, займут все ниши, которые смогут, но никто не знает, где они становятся. И тут, я думаю, что вот то, что вы сказали, что этот переход, я думаю, что не сейчас он произошел, да, что много лет. Да, но уже случилось все равно. Можно вот зацепиться на вот эту фразу про то, что компьютеры займут все место, которое смогут занять, а какое место не займут? За какое место стоит бороться, как бы усилия прилагать, чтобы человек там остался? А никто, я думаю, не скажет вам. Ну вернее, как? Все скажут, что вот там какие-то творческие и прочие вещи останутся. Но это вот у Турчина это было. Человек, который, кстати говоря, придумал книжки, язык, рифал и так далее. У него была чудесная такая революционная теория, в которой он говорил, что творчество очень, как только творчество становится институциональным и оно повторяется, оно перестает таким быть. Поэтому, как только какая-то вещь сформулирована настолько, что ее может выполнять компьютер, тут же оно перестает быть творчеством. И в этом смысле вот эта планка все время будет меняться и сказать, что завтра будет творчество мы не можем, потому что как только мы скажем, люди придут и скажут, оп, пожалуй, мы это программируем и скорее всего это сделаем. Ну вот, Кирилл Анатольевич, если обращаться к нашей сфере, к подготовке педагогов, то я полагаю, нам надо сейчас стремительно менять позицию вот этого учителя-ретранслятора, вот как мы привыкли. Он знает математику, он математику преподает, он знает биологию, он биологию преподает. Его надо менять на когнитивного инженера, на человека, который понимает, как крутятся винтики вот эти, естественные и искусственные, который разбирается в первую очередь в метакогнитивных вещах. Вот он способен понимать, как мыслит другой человек. И его задача уже регулировать вот этот процесс. Методист должен превратиться в когнитивного технолога. Вот те программы образовательные, их должен кто-то создавать. Это делал методист в виде вот таких текстовых заданий. Теперь это все делается по-другому. И у учителя в ближайшее время уже все технические возможности для этого есть. Должен появиться электронный ассистент, виртуальный ассистент. Он может быть в виде робота, ходящего, изображающего из себя человека. Или существа, появляющиеся на экране, которые могут индивидуально или группу детей обучать. А учитель уже как инженер, как начальник цеха может регулировать вот этот процесс, соблюдая технологии, которые разработал методист, он же когнитивный технолог. Это вот радикальная смена парадигмы подготовки педагога. Я понимаю, что система наша тяжелая и неповоротливая, но надо брать эту тяжесть на себя, надо поворачиваться. Можно прям короткий вопрос, у нас осталось буквально пару минут и прям короткий ответ. В этом смысле, при такой сильной смене и со стороны учителя, и со стороны технологий, университеты и школы-то вообще останутся или нет? Короткий ответ. Да, нет. Можно какой-то короткий прям комментарий. Останутся. Останутся. Евгений Митриевич. Да, все надежды на то, что придут новые кролики и сожжет Австралию, не подтверждались. Потому что гораздо более устойчивая система школьного образования, чем все, что может быть. Коллеги, тогда давайте поблагодарим наших спикеров. Мне кажется, это были два очень глубоких и действительно растягивающих тематику доклада. И спасибо вам за это обсуждение. Мы продолжаем пока работать в той нише, которая не занята генеративной системой, и продолжаем большую конференцию. Буквально через несколько минут мы увидимся с вами на мини-пленаре. Продолжение следует...